всем привет у нас сегодня обещанный прямой эфир с доктором гинекологом елена березовская елена петровна и на тему противозачаточных таблеток потому что это основная тема переживательная тема среди женщин здравствуйте здравствуйте я вижу что вы присоединяетесь жду когда доктор березовская присоединиться к нам у нас сегодня будет совместный эфир который я потом залью или здесь в инстаграме или себе в телеграм-канал вот если вы хотите подписаться за на мой телеграм-канал чтобы не пропустить этот эфир то в моих stories есть активная ссылка еще в шапке моего профиля так жду врача нашего прекрасного и так скажу почему тема была выбрана именно такая существует большое количество стереотипов мифов переживаний и опасностей женщин насчет противозачаточных таблеток в то время как по моему личному опросу среди женщин-гинекологов почти все о елена петровна добавляются сейчас я почти все женщины-гинекологи принимают эти таблетки поэтому почему я согласилась сделать прямой эфир именно с елены петровны потому что здравствуйте я так что не договорилась сейчас добавлю что я согласилась сегодня с вами предложила вам сделать этот эфир потому что вы не заинтересованы не заангажированный доктор вы находитесь в торонто в канаде и вы не из тех кто ждете чтобы к вам записались на прием и чтобы вы им продали какие-то таблетки поэтому да абсолютно трезвый взгляд врача которые работают не только по протоколам канадским вот а мы все знаем что канадская медицина одна из самых лучших и у вас нет личной какой-то заинтересованности а тема очень есть на украинском слове на украинском языке такое слово нагально знаете нагально я кстати как раз перед пиром думала что необходимо я не знаю эхо какой-то что необходимо сделать вот это выявление дисклеймер что я являюсь человеком интересован в финансовой выгоде что не связано являясь представителем ни одной психологической компании выпускающей гормональные контрацептивы я предложение поступает очень много очень часто я вас понимаю и мне самой лично писали ну так как я писала посты что я принимала несколько но несколько лет и мне писали что за любые деньги только рекламирую но как бы вот я сижу перед вами мерседеса у меня нет в этом а могла бы также как могла бы вот напишите пожалуйста эхо вот идет у кого да и у доктора чтобы мы понимали что поменять не поменять и если что вдруг выйдем еще раз так потому что я плохо слышно сейчас я покажу как насчет такого поговорить еще я сняла наушники и есть эхо или нет у меня нету но давайте послушаем что скажем да доктор сняла наушники что скажите напишите так пока старый приходит сообщение со пальчики вверх пошли отлично отлично супер отлично все наушники минусуем да потому что пожалуйста елена петровна какое отношение противозачаточным таблеткам в канаде ну в канаде это прошлом довольно популярный метод скажем последние 20 лет контрацепции и приблизительно 20 процентов в америке 30 процентов женщин которые используют гормональные контрацептивы однако связи с тем что появилось немало данных что гормональные контрацептивы это не леденцы а стероидные гормональные препараты имеющие тоже не только плюсы но и минусы к этому стали относиться осторожнее и интересно что как раз в канаде начали интересоваться внутри мышечными системами спиралями не гормональными то есть они мировые обычными такими и я вижу как растет интерес именно к этому средству как более то есть альтернативному и скажем совершенно не гормональному хотя спирали тоже имеет свои минусы поэтому не каждый женщине подойдут подойдут но кроме того скажем канаде растет интерес к стерилизации то есть имеется ввиду перевязки 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 маточных труб и в америке тоже этот интерес и плюс мужская стерилизация начала расти вверх поэтому канадские женщины имеют какой-то степени выбор больше я бы сказала не рассматривать многие альтернативы спокойнее и не то что это типа не моим устройствам скажите скажите вот мне я честно признаюсь и всегда писала об этом что я после рода выкормила ребенка и сходила к врачу это она мне предложила начать пить противозачаточные таблетки и они мне были назначены в том числе от безумной угревой сыпи от которой не помогало в принципе ничего неправильное питание не уход у косметолога это вот просто такая вот особенность моего организма вот и после это самое страшное лично но в моем случае что у меня склонность у меня остается после любого маленького прыщика до пигментация и это была какая-то бесконечная череда но я почти шесть лет принимала противозачаточные таблетки и у меня не было ни привыкания ни отвыкания ни сбоя цикла не варикоз ну то есть вот как будто бы я выпила аспиринку да я правильно понимаю что это говорит о том что они мне подошли эти таблетки да и совершенно верно то есть давайте немножко буквально пару словах расскажу что такое контрацептивы и это собственно гормональные контрацептивы это лекарственные препараты которые были собственно ага созданы основные действия это называют гастероновые действия или прогестиновые действия которые связаны но с подавлением овуляции плюс кардинально меняется шеечная с листья ну есть четыре механизма они у каждого препарата могут быть выражены по-разному у кого-то одни механизмы сильнее выражены других значит другие так вот второй механизм это кардинальное изменение качества шеечной слизи а который не позволяет сперматозоидам нормально проникнуть пол и пол и сматки а выключается качество эндометрия кстати за счет прогрессионного компонента и 3 и 4 меняется моторика маточных труб то есть они перестают сокращаться что важно для продвижения плодовица поэтому сразу скажу женщины которые принимают например прогестероновые препараты во второй половине цикла якобы до лечения них автоматически значительно несколько раз повышается уровень аниматочной беременности скажем если нормальный уровень 1 2 процента ну скажем на молодой популяции женщины то при неме гормональных вот этих нового прогестинов и прогестерона это повышается 5 6 до 10 процентов то есть разница большая теперь касательно именно вот этих свойств вы говорили это контрацепция это одно и они были созданы для контрацепции но потом оказалось что поскольку уходят вот эти различные виды прогестинов они имеют совершенно разный эффект разные прогестины имеют разный эффект одни могут иметь андрогенные действия то есть повышать рост волос у нас шевелюры становятся другие наоборот антиандрогенные поэтому акне например может понижаться есть которые действуют на минеральный и солевой обмен то есть вообще значит это тоже послужим на последние поколения и зависимости от различных вот этих видов и плюс даже тот факт что они подавляют овуляцию а значит делает цикл монофазным то есть ровно без вот этих пиков это нужно подавить например чтобы меньше то есть медленнее или вообще не росли фибромиомы да чтобы например эндометриоз который женщине планирую беременность не планировали значит ей нужно подавить эволюцию и она может спокойно жить ну плюс акне и ряд других но в реальности показаний для гормональной контрацепции именно с лечебной целью не так уж много это просто перегиб палки потому что когда женщина приходит у меня нерегулярные менструальные циклы просто поиски причины и футболивает на 3-6 месяцев на год сиди на этих гормонах и что в принципе назначают самые дешевые потому что к сожалению наши постсоветские страны это как мусорное ведро для всего того что на западе уже не используется остатки есть все равно производят и тот же регулон старый который давно уже нигде не используется диана 35 но они дешевые и поэтому не выгодны и никто не объясняет что это очень высокодозированные препараты которые могут кардинально менять углеводный обмен скажем здоровый обмен и не каждому подойдет но они дешевые и и вот это как раз мимо что к сожалению назначение гормональных контрацептивов как лекарствами зло употребляет это огромный елена петровна какие гормональные которые контрацептивы вот таблетки используют в америке в канаде и какие их альтернативы или может быть наши местные названия я знаю что у нас популярна джаз и джаз плюс ну ничего популярны и жанин и лагест и ярина в реальности вас много но дело в том что существует около 500 видов различных гормональных вот именно протестиновых частей которые входят комбинации с эстрогенами поэтому дженерик название может быть очень много и даже в канаде около 50 различных наименований даже есть частично те же старые например тот же три регул который ну считается еще первым поколением вторым то есть поймите правильно когда мне нужно например оценить ситуацию и посмотреть я просто открываю огромнейший таблицу где я смотрю состав количество потому что даже в препарате под одним названием могут быть несколько модификаций этого препарата где уровень например эстрогенного компонента меньше скажем есть там 30 есть 20 есть 15 то есть вы понимаете поэтому говорить и скажем тоже когда например женщина какие-то спрашивают каких-то гомональных контрацептивов конкретной местности то я всегда спрашиваю зайдите пожалуйста в аптеку выпишите мне какие есть препараты и тогда я вам смогу сказать и по дозами и так дальше то есть хотя целом рискодозированы неплохие вот эти как раз препараты как мы говорим третьего поколения и четвертого поэтому да кстати о поколении это условное отделение в том что они лучше так или скажем ну дело в том что они имеют просто другой эффект обменные процессы скажем второе первое второе слишком бьет по углеводному обмену а третье поколение каллипидный обмен а вот четвертое водно-солевой обмен сделаны не из не из производства тестостерона мужских половых гормонов они сделаны минерал критику спирон лактон да поэтому они имеют другое воздействие и задать вот знаете самое такое вот неприятное что происходит сейчас что например американские общества акушеров-гинекологов спихнула себя ответственность за назначение гормональных контрацептивов и утверждает что сами женщины могут подбирать и в аптеку покупать гормональные контрацептивы пока что пока что это пока что она как бы еще по рецепту но уже вот это заявление которое было сделано по моему полгода назад оно настораживает потому что или экспертом этим заплатили или просто люди не понимают не понимают которые это все пишут что это не это даже не скажем ну как сказать не зиму это не какая-то это не витаминчик который проглотил и все это стероидные препараты и действительно могут быть серьезные побочные эффекты у меня это тоже настораживает а почему собственно когда произошло такое заявление потому что есть уже немало которые подтверждают что женщина для некоторых женщин приема контрацептивы особенно в образовании вот всем тем которые ставят тромбофилии их не имеет даже больше но им же ставят тромбофилии так вот им нельзя принимать гормональные контрацептивы если так правильно есть парк даже когда определенные виды и что в таком случае требуют юристы они говорят раз это есть раз это не пустырьки раз у нас был кстати на днях очень интересный разговор с кардиологом в плане как раз осложнений связанных с приемом гормональные контрацептивы так вот они требуют теперь значит письменное согласие женщины то есть как бы что она понимает что она принимает серьезные посредства могут быть в случае значит как осложнение побочные эффекты естественно но как бы врачи не хотят заниматься с этими бумажками и понятно что им лучше спихнуть клиента пусть на свою голову берет но 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 не быть частью подписки как бы соглашение что они все рассказали они дали прочитать вот эту инструкцию а потому что в таком случае все равно врач ответственно за то что что-то не доглядел что-то не понял или не досказал и потом можно сказать а мне врач всего не рассказал понимаете и вот эта проблема которая сейчас мы его сталкиваемся я не знаю кто победит трезвая медицина или коммерческая сторона и покупают сколько хотят и жуют годами Елена Петровна давайте еще вот вы говорили контрацептивы первой волны второй третий четвертый вы говорите четвертые самые легкие да я правильно поняла вы поймите меня правильно что контрацептивы какая тенденция просто идет во первых ищут ингредиенты которые были меньше негативный эффект на здоровье женщин и первую очередь ну и плюс речные судьи другие да то есть не нарушали вот эти обмены веществ потому что есть женщины которые говорят я на контрацептивах не разнесло да это такое нарушается обмен веществ или наоборот мне пишет женщина я только начал принимать потеряла 6 килограмм это ненормально то есть если она питается нормально как обычно и вдруг она теряет такое количество веса это ненормально ну многие другие аспекты например риск диабета и прочим так вот сейчас все ищут есть значит эстрогены компонент практически нельзя и здесь поиска большого нет мы используем два существующих вида синтетической эстрогены этого достаточно кстати они добавляются не для эффекта ну как бы противозачаточные добавляются чтоб эндометрий хоть немного нарастал и была хорошее кровотечение отмена тех которые принимают вот этот цикл 21 и 7 дней перерыва да или пустышки а вот гистогенные препараты и 500 даже больше мне кажется на сегодняшний момент и их старается найти именно чтобы была маленькая доза что-то уплаивалось и чтобы не оказывало вот этих побочных эффектов и здесь есть вот это как раз четвертого поколения это попытка получить гистогенный препарат из другого источника гормона то есть не стесостероновые группы а именно это фактически гормоны надпочечников но опять же мы имеем как бы яркое влияние минералокартикоридные и антиминералокартикоридные все равно могут менять определенные эти самые но они считаются как бы мы очень мало знаем о них в реакции новое поколение вы понимаете что мы можем рассматривать любое поколение препаратов только через призму 20-30 лет их использования и в данном случае у нас как бы не хватает всех тех данных чтобы именно детально сравнить что лучше что хуже понимаете еще один важный момент который упускает врачей что мы все реагируем гормональные контрацептивы индивидуально то есть мы индивидуально то есть женщина и мы назначим им один и тот же препарат вы поверьте мне что в большинстве случаев мы получим совершенно разные или жалобы или скажем ну вообще описание что они чувствуют как они привыкают у них вот эти кровотечения прорывные или в них исчезли месячные или им стал абсолютно может быть эффект но противозачаточный эффект он конечно будет то есть мы говорим о дополнительных эффектов а давайте еще проговорим вот какой нюанс который с которым я сталкивалась да женщина принимает для себя решение что она хочет начать противозачаточные таблетки пить вот ну или поставить спираль какие у нее должны быть нормальные ощущения если она начала пить противозачаточные таблетки что не есть нормой потому что многие женщины терпят тошноту головокружение начинаются даже какие-то кровотечения они все терпят терпят и ждут и доводят до какого-то состояния ну что все плохо то есть нужно я правильно понимаю это как вакцинации в целом вакцинация это хорошо это работает но могут быть какие-то осложнения у каждого индивидуально как женщине понять что что-то пошло не так и не доводить до какого-то крайнего случая как должны как должен отреагировать организм на эти противозачаточные таблетки если это ок если они ей подходят да это хороший вопрос и я просто скажу что в медицине в отношении практически любых лекарств и любых процедур существует понятие комфорт и дискомфорт и здесь мы будем говорить потому что во первых мы все субъективно воспринимаем почти 30 процентов женщин бросает кок только потому что у них грудь начинает сильно болеть вот я не могу даже коснуться груди хотя другие говорят я спокойно это переношу да там ну налились болят но не так так вот мы говорим о дискомфорте именно если это дискомфорт то есть побочный если вы откройте любую инструкцию по применению гормональных контрацептивов там есть список эффектов именно не против показаний а побочных эффектов они все могут быть причем список побочных эффектов включает более 200 видов симптомов но в инструкции описывают основном самые распространенные да и поэтому когда женщина говорит что у меня усилились негрени до такой степени что мне тяжело мы будем говорить а привыкаю привыкаю конечно же нет то есть мы оцениваем ситуацию по тому комфорту и дискомфорту который испытывает женщина и если она говорит что я чувствую себя настолько плохо что мне не мешает это жить и работать я себя не чувствую хорошо мы не можем быть женщине до и еще три месяца два месяца и так дальше это именно как раз флажок как сама женщина ощущает себя переносит вот эти потому что опять же если например но крови может нормально когда крови покровила помазала туда-сюда пока это устанавливается ибо собственно говорим как бы на привыкание другие говорят я так и не привыкла но мы говорим так три месяца оптимальность физические три месяца вот и что и если мы женщина говорит ну да мне там мазала регулярно что-то было даже месячные пропали это нормально мы говорим три месяца если вы себя чувствуете комфортно с этим умение не говорю значит мы просто ждем и смотрим что дальше будет у меня кровит я нервничаю я не знаю что со мной я не могу вот это я привыкла что у меня все должно быть разложено по полочкам а мы не можем ее заставлять это касается любого любого дома который возникает вдруг не и женщина не знает как с ним совладать понимаете поэтому может быть жертвование даже если скажем женщины акне тут не может быть игры в жертву что ради того чтобы я избавилась акне буду терпеть все то что вызывает возражение что вызывает бессонницу когда вы понимаете поэтому вот это и будет вот просто запомнить нужно то есть ли появляются хотя бы какие-то красные флажки которыми ну как бы совладать то есть вы чувствуете не вмешать лучше всего обратиться к руку и обсудить ситуацию не говорю что прекращать обсудить ситуацию но если например есть такие серьезные красные флажки если учащается значительно я просто уже все не могу если повышается резко давление бывают такие случаи бывают болит очень сильно грудь что просто женщина выводит из себя или появляется выраженный кровотечение ясно что тут может быть врачу вопрос ну как бы что дальше делать то есть насколько стоит жертвы на полном а ради получения или контрацептивного эффекта или лечебного тут вот это самое главное елена педровна можете проговорить пожалуйста список скажем так заболеваний или противопоказаний к таблеткам потому что я вот вижу сейчас девочки спрашивают а можно ли подросткам то есть тем женщин девочкам которые не рожали пить другая девочка спрашивает а если боли в яичниках при приеме это норма то есть мы с вами проговорили красные флажки но есть же определенная категория женщин там с диабетом например который вот категорически нет вы можете по пунктам это проговорить чтобы женщины для себя в голове это поняли я вам скажу так что детальное описание например противопоказаний из книги это все гормоны но если говорить целом просто мы все все равно есть абсолютно есть относительные но также все зависит от формы например для ликопласт для пластыря это одно и он например пластырь или кольцевые вот эти кольца они минует печень поэтому да заболевание пить не будет противопоказанием при данном виде контрацепции то есть мы учитываем мир она например тоже она может использовать не могут использовать таблетированные формы но если бы в целом что мы больше всего боимся просто группы основные это если у женщины были например случаи тромбо тромбозов глубоких вен тромбоомболии или у нее есть вот именно тромбо вот эта тромбофилия высокого риска то есть по тромбо образованию конечно мы не будем рекомендовать именно таблетированные формы хотя сейчас рассматривать может в некоторых случаях можно перейти на другие а теперь мы не будем назначать у кого есть почечная недостаточность потому что гормональные контрацептивы мы не будем назначать ученочная недостаточность то есть и кого и самое интересное огромную что многостраничную такую таблицу потому что мы не можем каждый случай индивидуально мы должны учитывать например если семейный анамнез гипертонии и тромбообразования и смерти такая женщина не должна принимать гормональные контрацептивы и вот ВОЗ имеет таблицу для врачей и для людей которые интересуют там прямо красным желтым и зеленым выведены группы много фактически индивидуальные случаи по каждому или набору факторов например курение 35 лет это относительное противопоказание но в реальности мы никому не рекомендуем использовать гормональные контрацептивы и даже до 35 лет если куришь но если 35 лет старше и курение это будет убийство собственного организма понимаете таким образом если брать противопоказания их может быть много и даже например беременность то в первую очередь беременность когда назначается не социаломенструального цикла понимаете различные опухоли матки например тут имеются раковые заплевания не изученные или в ходе или перенесенные недавно это рекомендуктивная система другими словами чтобы просто не затягивать этот пир всех значит есть в каждом показании показания и вы также можете прочесть книгу это все гормоны там тоже детально в отношении вот заболеваний и так дальше или подростки сейчас немножко пересматривается потому что вы не поверьте сколько мне приходилось сконсультировать подростков которые стали молодыми женщинами мамы которых ходили к этим детским гинеколам так сказать и те назначали вот двенадцать или двенадцать или девочки нерегулярный цикл поэтому в первую очередь рекомендую всем мамам всем мамам девочек прочитать книгу дочки матери где собственно говоря очень много рассказывает что есть норма что не норм но если скажем ребенок во-первых мы не назначаем гормональные контрацептивы для выравнивания цикла потому что у девочек это вполне закономерно у них много циклов регулярных плюс есть много других факторов влияющих на восстановление цикла но если молодая девушка с более-менее сформированным подросток на половую жизнь да вот тогда мы можем назначать гормональные контрацептивы не скодозированные а не дианы 35 если у девочки акне ей не помогает ничего другой то есть она перепробовала ретинол там крем всякие оно не помогает и у нее этот комплекс неполноценный это же девочки с прыщами естественно что мы можем ей назначить гормональные контрацепции которые кстати есть в некоторых странах созданы именно для подростков и которые могут принимать это чтобы по крайней мере чувствовать себя спокойным и избавиться от этих акне и поэтому да подростковая контрацепция она может быть но это не должно быть как бы как что-то другое как панацея как панацея Елена Петровна а правильно я вот сформулирую есть миф такой что женщина не может принимать гормональную контрацепцию неважно там спираль или таблетки или пластырь если она не родила вот есть очень большой такой миф что если она начнет это принимать то скорее всего она и не сможет родить это неправда конечно же это неправда и как раз наоборот кольца пластырь они более мягкие по воздействию на саму то есть тех которые какие-то проблемы даже с печенью там например даже и желчным пузырем часто женщины говорят камнеобразование или скажем плохой отток желчи ясно что пластырь как раз кольца и все те что не нужно принимать внутрь они действуют мягче они не вызывают вот таких побочных эффектов то есть не ухудшают ситуацию и это неправда потому что если бы это было действительно правда ну то скажем ну половина американских женщин которые начинают планировать беременность 30-35 они бы уже никак головы не могли быть Елена Петровна еще вот один вопрос опять же из заданных я читаю девочки пишут скажите пожалуйста как вы относитесь гормонозаместительной терапии пожизненно в менопаузе ну во первых никто пожизненно не назначает и называется сейчас это не заместительная называется менопаузальная гормональная терапия поскольку она повышает риск рака молочной железы и ряд других серьезных ну как бы осложнениями не назначает строго по показаниям то есть какие-то показания самое первое это горячие приливы которые не снимаются ничем то есть попробовали то и другое не помогает чтобы женщина вот это кстати бывает горячие приливы обычно первые пару лет вот привыкания организму вхождение вот новую роль климакс вот эти так сказать горячие приливы второй показатель который может сейчас чаще использовать термональный извините водить купил 2 литра в день 2 литра в день Елена Петровна как сказала как сказала да ну ну не буду перебивать извините второй показатель это сухость влагалища то есть но еще раз повторю что оказалось эффективной это кремы вот например авиастин там или тестостерон зависит тоже и третий показатель который может это острого остеопороза быстро теряется костная ткань при том женщина занимается физкультурой она там принимает кальций и витамиды которые казались неэффективны можно их не принимать для остеопороза но скажем она делает все чтобы не было но есть женщины у которых действительно возникает острый остеопороза и тогда гормональные консистенты показали положительный эффект их можно использовать но опять же это не значит что использовать нужно пожизненно поэтому обычно означает на год-три дальше можно прекратить посмотреть как женщина реагирует если женщина говорит у меня все окей я даже ну как бы все если она говорит нет я опять мне эти перерывы вернулись и все такое мы продолжаем то есть периодически мы контролируем необходимость приема значит этой Лина Петровна еще один вопрос как долго можно принимать таблетки и нужно ли делать перерыв значит таблетки гормональные вообще гормональные контрацепции можно принимать до наступления менопаузы то есть сейчас нет никаких ограничений и это доказано то есть если женщина подходит у нее регулярная половая жизнь то она может значит перерывы обычно делать не нужно это мифы что яичником нужно отдохнуть от якобы контрацепции или организму нужно отдохнуть или привыкание и так дальше это все мифы поэтому женщина может принимать непрерывном так сказать режиме до наступления менопаузы собственно говоря что у меня менопауза если я кровлю собственно говоря мы определяем по уровню ФСГ если мы видим что ФСГ достиг потому что несмотря на то что гормональные контрацептивы выравнивают уровень ФСГ все равно они не сохраняют яичники то есть они их не омолаживают не консервируют ничего не делают потому что я вам скажу так если бы все те которые принимают по 30 лет гормональные и по 20 лет гормональные контрацептивы действительно что-то омолаживало но они бы выглядели как куколки 20-летние и в 40 и 50 лет то есть ну согласитесь не выражали вот так направо на него поэтому это мифы но все равно идет старение все равно они угасают и поэтому ФСГ будут расти даже на фоне приема гормональной контрацепции и вот мы смотрим если мы видим что ФСГ достигла уровня от менопаузы то есть больше 50 мы можем отменить гормональные контрацептивы и посмотреть в дальнейшем потому что в принципе пока женщины их принимают в режиме у нее всегда будет кровотечный отмен то есть они будут и очень редко что они пропадут и женщина скажет наверное я у менопаузы чаще всего нет понимаете Елена Петровна есть такой миф или реальность это вы должны подтвердить что когда ну идут сравнения что еще там пятьдесят сто лет тому назад женщины рожали по два три четыре пять детей и после того как они рожали они еще долгое время их кормили соответственно у них не наступали месячные и не созревала яйцеклетка то есть у них было соответственно поэтому у них не было такого большого количества месячных яичники отдыхали и климакс наступал намного позже сейчас так как женщины рожают максимум одного двоих детей ну кормят там год-два максимум да то получается что у женщин их вот этот вот авулиарный как он называется запас проходит намного быстрее я правильно говорю что женщины тратят свои авуляции намного быстрее и поэтому климакс начинается раньше и вот я читала что некоторые женщины которым подходит противозачаточные таблетки что они их начинают пить им все хорошо комфортно не наступает авуляции соответственно они свои авуляции скажем так сберегают и в тот момент когда начинаются они перестают пить противозачаточные таблетки они получается отодвигают свой климакс это правда или это неправда это относится к всем теориям или мифам создан в основном продуктами распространителями гормональной контрацепции потому что давайте немножко заглянем историю если брать продолжительность жизни женщин древнего мира вот древняя Греция даже в этом посты делала есть много-много в среднем они жили 25-26 лет например 12-14 лет выражали 3-4 ребенка там максимум в основном семьи содержали по 2-3 ребенка многие не выживали но самое интересное что был как раз закон во многих многих народах о том что не грудное скармель применялось для того чтобы не заберемену а был закон что если женщина кормит грудью то секс запрещался поэтому так и были популярны вот эти всякие ну скажем проституции и прочие специальные дома куда мужчины могли ходить для своего удовольствия потому что так что-то загрузила да или это только у меня не могу понять меньше смертность потому сейчас беременность алло алло да 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 вы что-то пропали и сейчас опять появились да значит да и поэтому говорю что был закон который как раз принят был в том плане что частые роды истощали женщин и они чаще умирали в более молодом возрасте если говорить дальше вот например даже 19-е столетие на прошлое на вот начале 19-го столетия в среднем возраст женщин ну в среднем женщины жили до 35-37 лет да некоторые там жили чуть дольше но в основном 35-37 лет они даже не доживали до менопаузы хотя менопауза как раз чаще наступала в 35-36 поэтому сейчас менопауза как раз постарела то есть даже поколение моей мамы средний возраст менопаузы был 48 лет 50 лет а моего возраста уже это 52-54 года и то есть здесь роль играет не прием гормональной катастрофии а то что мы стали жить дольше к сожалению эволюция женщины не поспевает с нашим ростом продолжительности жизни поэтому последняя волна гибели яйцеклеток наблюдается 38-39 лет и фактически растянулся вот этот предклимакторический период то есть предклимакторический период стал дольше менопауза стала чуть позже но гормональные контрацептивы как я сказала чуть раньше они не защищают то есть неважно сколько там яйцеклеток они все равно стареют они все равно умирают то есть неважно эволюции не эволюции и это как раз потому что если бы так было я еще раз повторю что все бы женщины которые принимали гормональные контрацептивы по 20-30 лет 50 лет выглядят как клявечки и рожали направо-налево только прекратила контрацептиву у нее пошла эволюция этого не происходит никогда и нигде поэтому не нужно жить этими мифами что это якобы то есть это создано вот как раз закомпосировать мозги женщин которые во-первых ну как бы не понимают своих процессов плюс это выгодно скажем так Елена Петровна есть ли у женщины снижена либидо вот есть тоже миф что гормональные противозачаточные они снижают у женщин либидо сухость влагалища появляется либидо низкая это тоже миф или все-таки так и есть это правда действительно снижает либидо и особенно это было вот те высокодозированные препараты потому что ведь гормональные контрацептивы самый основной эффект это на гипотеламу гипотеламу где включаются многие механизмы а вот то что сухость да и как я сказала один из механизмов шеечная слизь становится более густой вот смотрите при беременности возникает шеечная пробка что такое шеечная пробка высокого уровня прогестерона слизь становится очень густой и фаршируется алипоцитом и собственно эффект как раз может наблюдаться что выделение влагалищной который имеет один из компонентов это как раз шеечная слизь здесь не хватает становится сухого влагалища и действительно это один из таких негативных моментов и плюс с учетом что поменение кислотно-щелочной равновесии появляется рост грибов молочника на сопровождении принимает гормональный так еще у меня вот лично у меня да вопрос вот мы с вами разговариваем мне бы хотелось узнать ваше личное мнение о противозачаточных таблетках вот кратко хорошо или плохо вы знаете как врач я не имею права вам говорить свое личное мнение потому что я могу только сказать как женщина поскольку я разговариваю с вами как врач то в принципе я должна занять нейтральную позицию я просто я не против гормональных контрацептивов но я считаю что они должны использовать тогда когда они нужны например молодая женщина горячий мужчина частые половые акты естественно вместо того чтобы ей делать аборт а у меня были пациенты которые по 24 аборта потому что не хотели использовать ну понимаете да то конечно я и скажу вам лучше такой вариант или если подходит но извините меня пожалуйста это не выход все время да но с другой стороны если скажем есть нет необходимости вот как говорят консультируют кстати женщин которые там мужья ездят на вахты где-то там командировки 2-3 месяца и они говорят сидите женщина планирует беременность и говорят нет вы все равно сидите эти 3-4 месяца на гормональных контрацептивах потому что ну извините у женщины у женщины нет целых отношений зачем ей сидеть эти 3-4 или даже полгода на гормональных контрацептивах то есть моя точка зрения что гормональные контрацептивы да они и если ну как предвозачаточные да если они необходимы никакого то лица это самое еще один момент да бывают случаи когда гормональные контрацептивы необходимы для лечения например фибромиом кровотечениями вместо того чтобы удалять матку вместо того чтобы мы можем попробовать назначить гормональные контрацептивы эндометриоз которым сейчас пугают направо налево и так дальше мы не назначаем для эндометриоза как такового но если у женщины болевой синдром она не планирует беременность или у женщины скажем ну ну в целом от основного это было бы болевой синдром или кровотечение или кровомазмом что мы делаем мы назначаем в первую очередь гомональную контрацепцию чтобы подавить овуляцию или скажем выраженный овуляторный синдром вот женщина не беременна ничего не ходит не планирует и даже у нее нет таких регулярных особенно молодые женщины нет никаких там регулярных половых отношений но ее с каждой овуляцией у нее болеет кровотечение она просто неплохо или наоборот предминструальный синдром то есть неплохо предминструацию так что я уже даже болезненные менструации некоторые не снимают мы назначаем гормональную контрацепцию подавляя овуляции мы даем женщины комфорт жизнь я могу добавить от себя у меня были безумно болезненные месячные до беременности и родов безумно то есть это были таблетки это весь день лежание в кровать ну то есть было вот безумно больно а после того как я пила противозачаточные пять или шесть лет почти сейчас я вот сделала ну перестала пить сейчас опять начала пить перестала потому что просто хотелось попробовать а как по-другому может я уже забыла вот и у меня месячные стали вообще безболезненные то есть у меня такое ощущение что их ну и в течение года они были просто безболезненные и их стало намного меньше то есть если до этого была там неделя таких вот ну активно да то сейчас это три дня я не стесняюсь об этом говорить я как раз таки из тех людей кто говорит что есть плюсы если все грамотно подобрано вот то о чем вы говорите это вот моя история здесь девочки спрашивают обязательно ли противозачаточные таблетки после замерзшей беременности нет нигде в мире этого не назначают потому что если женщина планирует беременность и необходимо чтобы у нее восстановился ее натуральный цикл а на гормональной контрацепции нет никакого цикла это искусственно созданный цикл то есть искусственно вызванные кровотечения отмены каждые там двадцать один день да и получается что если женщина планирует беременность чтобы знать как работают яичники все ли наладилось ей просто нужно подождать месяц-полтора и она может уже беременеть с новым циклом поэтому нигде в мире назначают другое дело что женщина говорит я залетела случайно и я не хочу после этого никаких вот таких сюрпризов но ясно что она может тогда принимать гормональную контрацепцию как скажем ну или есть женщина которая тоже мне нелетко пишет морально не готова у них просто крыша едет им нужно прийти в себя некоторые приходят быстро другие полгода третье я знаю по три года приходят в себя и тут нужно идти к психологу психиатру или психотерапевту но они говорят я не хочу сейчас беременеть и я не хочу попасть опять в такую ситуацию дайте мне вот что мне мне принимать или не принимать то есть если я говорю обычно если вы не рассматриваете другие виды контрацепции в вашем случае вы просто хотите принял успокоился и значит что вы 100% не забеременеете ну не 100 но 99 98 значит вам подойдут гормональные контрацепты и такие вот поэтому чтобы как лечебный эффект нет так Елена Петровна давайте у нас остается 10 минут дайджест быстро вопрос ответ гормональные назначают после операции яичников чтобы яичники отдыхали правильно или неправильно яичники не отдыхают на гормональной контрацепции они подавляются даже не гормонами которые принимаете а со стороны мозга то есть гормоны подавляют гипоталаму гипотезарную систему а она подавляет функции яичников но они не отдыхают это знаете я вам приведу пример это как например вот есть семья мама там муж жена и ребенок и вдруг приходит значит домохозяйка домработница берет женщину запихивает копыта чулан закрывает сиди там вот женщина сидит в темноте отдыхает она ничего не выполняет она сидит в темноте она не может понять что произошло женщина и убирает вот это домоработница все делает даже с мужем спит потом она открывает говорит выходи и вот это и шок и вот реакция кстати яичников бывает разная одна выйдет и скажет так пошла отсюда вон я сейчас порядок не веду другое боже я с ума сошла и начинается вот этот нерегулярность цикла да то есть у каждой разная реакция и наши яичники реагируют точно так поэтому нужно понимать что все вот эти мифы об обеих омоложения это мифы это не работает так нужно ли какие анализы нужно сдать перед тем как врач тебе назначит коки вот потому что девушка пишет что врач назначал без анализов давайте так если вот женщина идет ей какие она анализы должна сто процентов сдать чтобы понимать что врач действительно профессионально сейчас ей назначит таблетки я вас удивлю на как раз все международные протоколы вообще все вот эти по разным странам как раз не рассматривает сдачу каких-то анализов перед назначением кок однако однако собственно я говорю что у вас выглядела такой огромный таблиц вот эти показания показать зеленый красный врач обязан расспросить первое звено определение положено обследование это разговор женщин есть риски например в образовании какие-то проблемы если врач не спрашивает не уточняет ничего женщина просто означает это как раз плохо если врач детально расспрашивать по тем как раз осложнениям которые могут быть противопоказания например а у вас медведи бывает ага бывает хорошо а у вас давление поднимается ага понимаете а у вас в семье кто-то умер ну да папа умер 45 лет инфаркт вы понимаете что первое звено это и вот эти флажки потом дают общую картину и тогда он да нам нужно будет посмотреть вашу каулограмму я сдавала я сдавала каулограмму и печеночные пробы если я не ошибаюсь и печеночные пробы женщины у Thousand или скажем женщина говорит что я там могу резко поправиться резко похудеть или приходит женщина, скажем, полная, а это что, это у неё переедание, у неё какой-то метаболический синдром, может, у неё обменные процессы какие-то. Вот тут мы начинаем, собственно, задачи врача, это всё рассмотреть и сказать, вот тут нужно дополнительно обследовать. И вот этот список этих самых, что нужно сдать. Это правильный подход, а не так, что идите сами берите, какие хотите, собственно говоря, что предлагают сейчас, якобы американцы, вот это хотят. А ты поеди, бери, это неправильно, это неправильно. Елена Петровна, защищают ли коки от заболеваний других, ну там, гонорея, и понеслось дальше? Нет, конечно, не защищают, потому что, собственно говоря, в этом проблема гормональной контрацепции у подростков, что подросткам-то гормональные контрацептивы могут назначаться, но многие ведут беспорядочную половую жизнь, и они не защищены от инфекции, прививающихся половым путём. Кроме того, это дорогая, другой вид контрацепции. Кто у подростка будет платить деньги за такую контрацепцию? Поэтому у подростка как раз самый оптимальный вход кандома, если они его используют, то чаще всего. Но если у девочки акне, то еще раз говорю, тогда фактически гормональная контрацепция будет выполнять ещё дополнительный лечебный эффект. Так, девушка пишет, СПКЯ. Я не знаю, что это. Нужно ли принимать ОК, если нет необходимости в контрацепции, но месячных без гормонов не бывает? Месячные при синдроме поликистозных ящиков бывают. То есть, если их вообще нет, это не синдром поликистозных ящиков. Однако, я вам просто рекомендую посмотреть вебинар, так и называется, с синдромом поликистозных ящиков. Почему? Там объясняются, какие виды есть и что, когда мы назначаем. Например, гормональная контрацепция вот от Дианы 35, на которой отфутболивали и до сих пор отфутболивают многие женщины на 6 месяцев, на год идти им по 7-й день. Вопрос в том, планирует женщина беременность или не планирует. Если она планирует беременность, во всех вот таких синдромах поликистозных ящиков никаких демонов не есть, чтобы подавлять компуляции, которые и так нет. Никто не назначит. Значит, тут совершенно другой подход. Если она говорит, я не планирую беременность, но мне нужно для общего, чтобы я понимала, что у меня все регулярно. Это называется камуфляжное лечение. Оно ничего не лечит, но мы создаем ее спокойно. Она сидит на этих гормонах, она получает свои кровотечения, отмены. Ясно, что когда она прекратит, она даже может быть худшим вариантом. Но если вы знаете, что я хочу иметь стабильность, вот мне нужны эти кровотечения, вот эти искусственные месячки. Хорошо? Принимайте. Но вообще, это не лечит. Лечение, как такового сундука, облики сундука на самом деле не существует. Это пожизненное, до самой именно паузы. Но вот как раз подбор лекарств и что мы делаем, зависит от того, планирует беременность или не планирует беременность. И еще раз говорю, посмотрите вебинар, там масса полезной информации. Да, я тоже хотела сказать, что мы не сможем ответить на все ваши вопросы, потому что это нужно сидеть с Еленой Петровной 24 часа, устраивать марафон общения. Это все есть в книжках, вебинарах, в постах, информации масса. Заходи, читай, пожалуйста, и все доступно. Так, еще. Эфир сохранится. Тут спрашивают. Так, после коков может развиться эндометриоз? Нет, после коков не может. Он просто, если он там есть, то он будет прогрессировать, потому что действия коков какое при эндометриозе? Они подавляют овуляции. Эндометриоз в реальности это эстроген нечувствительный, и прогресс... Вернее, эстроген чувствительный, прогрессерон нечувствительное заболевание. То есть на эстрогенах вот эти бляски, узлы растут, они вместо того, чтобы они регрессировали, они регрессировали, потому что они прогрессерону не чувствуют. Поэтому обычно прогрессилами, как таковыми, если лечат, например, тот же эстроген, это для подавления овуляции, чтобы подавить овуляции, и эти бляшки перестанут растить. Но это не потому, что прогрессерон подавляет именно с этой бляскиги. Нужно понимать, что тут нет прямого воздействия на очаги. И не будет эндометриоза. Я имею в виду, что если его там нет, то он никуда не будет растить. «Как быть женщинам, у которых есть противопоказания кок, тромбозы и так далее?» Ну, наверное, я могу отвечать, презерватив. Да? Да, мы, собственно говоря, посмотрите, пожалуйста, вебинар «Контрацепция А до Я». Там все виды контрацепции существуют на сегодня момент. То есть чем вы можете воспользоваться? И на самом деле не всё так плохо. И в реальности контрацепция гормональная это не значит, что она должна приняться всеми. Понимаете? То есть есть выбор. Боли в яичниках при принятии коков. Нормально или ненормально? Это боли в яичниках. Яичники обычно не болят. Потому что, ну, во-первых, капсулы толстые и яичники как таковые. То есть, скорее всего, это не в яичниках. Возможно реакция кишечника, возможно реакция. Ну, то есть тут нужен более детальный анализ, потому что это ненормальное явление. Удалён желчный пузырь. Можно ли принимать коки? Можно. После удаления желчного пузыря можно, потому что тут важно как бы правильно питание, в первую очередь, для работы организма. Что скажете про наваринг? Ну, что это кольцо, которое может использоваться с некоторыми женщинами. Преимуществ в нем каких-то особых нет. И, собственно говоря, как раз в вебинарии о контрацепции я просто детально рассказываю о разных видах. То есть кому-то подходит, кому-то нет. Вот тут как раз важно понять, когда меня спрашивают, как подобрать правильно. Собственно говоря, это не только там чистота, значит, цикла, возраста и прочее. Но называется «Как сама женщина ответственна в плане приема гормональных контрацептивов?» То есть есть женщины, которые говорят, я постоянно забываю пить таблетки. Я не хочу никаких таблеток, потому что мне вот нужно что-то такое, что встал там или прицепил что-то, и там, ну, может, раз в неделю, когда будильник у меня заработает, я вспомнил, что мне надо вымыть и поменять. И вот таким женщинам такие контрацептивы, которые не требуют контроля постоянного приема, то есть более редкий прием. Так, можно я, нам нужно уже заканчивать, потому что отключится эфир. Повторите, пожалуйста, Елена Петровна, куда идти девочкам, чтобы почитать у вас информацию про коки, про другие средства противозачаточной, барьерной, небарьерной, короче, терапии. Куда идти? Заходите в профиль, там есть кнопочки такие круглые, книги, значит, вот книга, это все гормоны, вот такая книга, это все гормоны, здесь очень подробно СПК, эндометриоз, контрацептивы, многое. Вебинары, там есть кнопочка вебинары, и есть там вебинары, целый список различных, есть, собственно говоря, гормональная контрацепция, СПК, эндометриоз и прочее. Ну и плюс, если вы нажмете кнопочку навигатор, навигатор, есть целый раздел контрацепция, там много всего, там уже собрано, видео, семинары, интервью, и такие, ответы на ваши вопросы, очень много всего. Все, тогда мы будем прощаться с вами, спасибо огромное, было очень познавательно, как всегда, вот, я сохраню этот эфир, отмечу вас, и залью его обязательно или в Инстаграм, или в Телеграм, потому что информации много, и супер, класс, спасибо. Спасибо огромное. Вам приятно. Спасибо вам тоже, до свидания. До свидания, пока.